В далеком уголке Танры-Таулары, там, где снега не тают даже летом, и звезды кажутся такими яркими, что можно протянуть руку и коснуться их, жил-был молодой искатель приключений по имени Алексей. Его всегда манили неизведанные земли, загадки древних цивилизаций и секреты, хранящиеся в недрах земли. С самого детства он слушал рассказы стариков о затерянном городе, скрытом где-то среди неприступных вершин, и обещал себе, что однажды найдет его точка для начала своего путешествия Алексей выбрал день летнего солнцестояния, когда, по легендам, древние боги открывают путь к сокровищам для тех, кто достоин. Он собрал необходимое снаряжение, запасы провизии и старинную карту, найденную на чердаке дома его деда. На карте был отмечен маршрут через заснеженные перевалы, таинственные леса и глубокие ущелья прямо к месту, где, согласно легендам, находились врата в затерянный город, точка первые дни путешествия прошли без особых происшествий. Алексей с легкостью преодолевал препятствия, находил удобное место для ночевки и с каждым днем приближался к своей цели. Но чем ближе он подходил к сердцу Танры Таулары, тем чаще сталкивался с непонятными явлениями. Однажды ночью, когда он разбил лагерь у подножия древнего монолита, его разбудил странный звук, похожий на пение. Выходя из палатки, Алексей увидел, как вокруг монолита вьются туманные фигуры, которые танцевали и пели на непонятном языке. Он не мог оторвать взгляда, пока первые лучи солнца не рассеяли туман и не исчезли загадочные фигуры, точка, это событие стало лишь началом. Далее его ждали встречи с древними стражами гор, загадочными зверями, чье существование отрицала наука, и испытания, которые проверяли не только физическую выносливость, но и силу духа. Алексей пережил встречу с огромным белым медведем, который, казалось, охранял вход в ущелье, ведущее к затерянному городу. Он нашел древние руны, указывающие путь через лабиринт подземных пещер, и разгадал загадку старинного механизма, открывающего врата в заброшенный храм, точка, каждое препятствие делало его только сильнее, а каждая разгадка приближала к заветной цели. Но что ждало его в конце пути? Какие тайны хранил затерянный город? И был ли он готов столкнуться с правдой, которая могла изменить не только его судьбу, но и судьбу всего мира, продолжение следует, продолжая путешествие вглубь Танры-Таулары, Алексей сталкивается с новыми испытаниями, которые заставляют его преодолевать себя. Однажды, исследуя глубокое ущелье, он наткнулся на реку, чьи воды были так ярко-синими, что казалось, они светятся изнутри. На другом берегу реки виднелся вход в пещеру, усыпанный странными символами. Интуиция подсказывала Алексею, что именно там он найдет ключ к разгадке затерянного города. Чтобы перебраться на другой берег, он построил временный мост из подручных материалов. Когда оказался посредине, мост начал разрушаться под ногами. С последним усилием Алексей перепрыгнул на противоположный берег, чудом избежав падения в ледяную воду, в пещере его ожидали испытания, каждое из которых было сложнее предыдущего. Он решал древние головоломки, каждая из которых открывала новый проход, и встретился лицом к лицу с огромным змеем, охраняющим вход в подземный храм. Битва с змеем потребовала от Алексея не только физической силы, но и хитрости. Используя отражение в стене пещеры, он смог обмануть змея и нанести решающий удар. Точка после битвы с змеем Алексей обнаружил в центре храма алтарь, на котором лежал древний артефакт – кристалл, излучающий таинственный свет. Как только он коснулся кристалла, перед его глазами пронеслись кадры древней истории, возвышения и падения затерянного города. Мудрые правители, которые использовали магию кристалла для блага своего народа, и черный день, когда жадность и страх привели к катастрофе, поглотивший город, точка поняв, что кристалл хранит в себе огромную силу, Алексей осознал, что не может позволить ему попасть в чужие руки. Он решил вернуть кристалл на его законное место, чтобы защитить его от тех, кто мог бы использовать его в корыстных целях. Точка, вернувшись из пещеры, Алексей обнаружил, что путь назад был заблокирован глубь Танры-Таулары, где, согласно легенде, находилась долина, где время останавливалось, и жили существа, неведомые современному миру. Алексей, чувствуя вес ответственности за судьбу найденного кристалла, собрал все свои силы и отправился в неизведанная точка, проходя через густые леса. Он заметил, что природа вокруг него начинает меняться. Деревья становились выше, а растения более экзотичными. В воздухе витала магия, и Алексей ощущал ее в каждом вдохе. Вскоре он вышел к огромному водопаду, за которым простиралась долина, окутанная мягким светом и теплом. Несмотря на окружающие ее снежные вершины, точка войдя в долину, Алексей увидел, что она была населена существами, напоминающими людей, но обладающими невероятными способностями. Они могли общаться друг с другом на расстоянии, летать и управлять стихиями. Эти существа, называвшие себя хранителями, рассказали ему о том, что кристалл является источником их силы и защитой долины от внешнего мира. Точка хранителя объяснили, что многие века назад они сами построили затерянный город и использовали кристалл для процветания своей цивилизации. Но когда появилась угроза извне, они были вынуждены скрыть город и кристалл, чтобы предотвратить катастрофу. Алексей понял, что его миссия – вернуть кристалл хранителям, чтобы они могли снова защитить свой мир. Точка после церемонии возвращения кристалла Алексей почувствовал, как его собственные способности начали расширяться. Хранители подарили ему часть своей силы в знак благодарности за смелость и преданность делу сохранения мира. Теперь он не просто искатель приключений, но и защитник древних тайн. Прежде чем покинуть долину, Алексей пообещал хранителям, что их секрет будет в безопасности с ним. Вернувшись в свой мир, он решил использовать полученные знания и силы для защиты природы и исследования неизведанных уголков планеты. Не забывая о Завете, данным хранителям точка так заканчивается история о путешествии Алексея в Танры-Таулары. Но начинается новая глава его жизни, полная новых открытий и приключений, ведь теперь он знает, что магия существует в каждом уголке нашего мира, нужно лишь уметь ее видеть. И вот, вооруженный новыми знаниями и силами, Алексей возвращается в свой мир, где его ждали новые вызовы. Но теперь он не был одинок. Хранители долины дали ему способность чувствовать природу на более глубоком уровне и понимать язык животных. Они также предостерегли его о темных силах, которые могли бы попытаться использовать кристалл в корыстных целях. Одним из первых испытаний для Алексея стало спасение местного леса от уничтожения. Компания, планировавшая вырубку, не знала о древнем волшебстве, которое хранил этот лес. С помощью своих новых способностей Алексей смог общаться с духами леса и узнал, как остановить компанию. Он собрал доказательства о редких видах животных и растений, населяющих лес, и представил их властям. Добившись отмены планов по вырубке, точка, но Алексей понимал, что это только начало. Он стал активным защитником окружающей среды, используя свои знания и связь с природой для борьбы с экологическими преступлениями. Его действия не раз вызывали недовольство у тех, кто видел в природе лишь источник прибыли, но Алексей не отступал. В одной из своих экспедиций он обнаружил пещеру, скрытую в одном из самых отдаленных уголков Танры-Таулары. Внутри пещеры находилась книга, написанная древними хранителями, которые содержались забытые знания о магии природы и способах ее использования для защиты и исцеления. Алексей понял, что эти знания помогут ему в его миссии, точка, со временем Алексей создал сеть единомышленников и активистов, которые разделяли его цели и помогали в его деле. Вместе они совершали экспедиции в самые неизведанные уголки мира, защищая дикую природу и раскрывая тайны древних цивилизаций, точка, но больше всего Алексей мечтал вернуться в долину хранителей, чтобы поделиться с ними своими успехами и узнать больше о магии природы. Он знал, что однажды его путь снова ляжет через Танры-Таулары, где началось его великое приключение, точка так, с каждым днем, проведенным в борьбе за сохранение природы и раскрытие тайн мира, Алексей становился все ближе к своей цели жить в гармонии с природой и защищать ее от тех, кто стремится ее уничтожить. Он знал, что путь будет труден, но теперь, вооруженный древними знаниями и поддержкой хранителей, он был готов к любым испытаниям, которые встретятся на его пути. В предыдущих сообщениях я представил развернутую историю Алексея, его приключения в Танры-Таулары, его встречу с хранителями и его борьбу за сохранение природы. Эта история может быть расширена или завершена в зависимости от желаемого направления сюжета, точка, если мы рассматриваем это как завершение истории, то Алексей продолжает свою миссию защитника природы, используя полученные знания и силы от хранителей долины. Его жизнь наполнена новыми приключениями, он вдохновляет окружающих своим примером и ведет за собой единомышленников, стремясь к большему балансу между человечеством и природой. Он открыт к новым открытиям и всегда готов защищать мир от тех, кто желает его разрушить точка таким образом. История завершается, оставляя за кадром бесконечные возможности для новых глав и историй, которые могут развернуться в этом удивительном мире, созданном вокруг Алексея и Танры-Таулары. Но каждая история в какой-то момент должна найти свой финал, чтобы дать начало чему-то новому, точка, если же вам интересно исследовать другие аспекты этого мира или следовать за другими персонажами, которые могут играть ключевую роль в развитии сюжета, «Пожалуйста, поделитесь своими идеями, как развертывание истории достигло своего пика». Алексей сталкивается с новым, неожиданным вызовом, который поставил его перед выбором, определяющим судьбу не только его самого, но и всей долины хранителей точка после. Многих месяцев мирной работы и исследований Алексей узнал о существовании древнего артефакта, глубоко скрытого в самом сердце Танры-Таулары. Этот артефакт, по легендам, обладал силой, способной изменить реальность вокруг себя. Однако, чтобы добраться до него, требовалось пройти через забытые земли, охраняемые древним злом, пробудившимся от долгого сна точка, сознавая риски, Алексей не мог отступить. Он собрал команду самых доверенных друзей и единомышленников, каждый из которых обладал уникальными способностями и знаниями. Вместе они отправились в самое опасное приключение их жизни, точка путешествия была полна опасностей. Они столкнулись с мощными природными стихиями, загадочными существами и ловушками, заложенными древним злом, чтобы охранять артефакт. Но самым большим испытанием стала встреча с владыкой теней, существом, которое когда-то было хранителем, но предало своих и теперь желало обладать артефактом, чтобы починить себе весь мир, точка битва была ожесточенной. Алексей и его друзья использовали весь свой опыт и знания, чтобы противостоять владыке теней. В решающий момент Алексей осознал, что настоящая сила заключается не в артефакте, а в единстве и вере друг в друга. С этим пониманием команда смогла победить владыку теней, но решила, что артефакт должен быть уничтожен, чтобы никто больше не смог использовать его в крысных целях, точка возвращения домой была триумфальным. Алексей и его друзья были встречены как герой. Но самое важное, они поняли, что их приключения и испытания сблизили их как никогда. Алексей осознал, что, несмотря на все препятствия, он нашел истинную семью и друзей, готовых поддержать его в любой ситуации, точка так завершилось это приключение, но Алексей знал, что впереди его ждут новые горизонты и испытания. Он смотрел на Танры-Таулары, зная, что каждая вершина скрывает новую тайну, каждая долина – новое испытание. И он был готов к ним, ведь теперь у него были верные друзья, с которыми можно преодолеть любые препятствия, точка да. История Алексея и его приключений в Танры-Таулары достигла своего логического завершения. В финале Алексей и его друзья столкнулись с последним и самым опасным испытанием, сражаясь с владыкой теней и приняв решение уничтожить могущественный артефакт, чтобы никто не мог использовать его во зло. Это путешествие не только укрепило дружбу между героями, но и показало им, что настоящая сила заключается в единстве, доверии и вере друг в друга, точка вернувшись домой. Герои продолжают жить, обогащенные новым опытом и знаниями, готовые к новым приключениям и вызовам, которые может преподнести им жизнь. Алексей остается преданным своей миссии защиты природы и исследования неизведанных уголков мира, вдохновленный всем, что он пережил точка таким образом. История завершается, оставляя за собой вдохновение и надежду на то, что каждый из нас способен на великие дела, когда мы объединяемся ради общей цели.